Газ будет. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский выделил дополнительных 40 миллионов рублей на газификацию МИАСа. О том, в какие три района города к началу отопительного сезона проведут голубое топливо, смотрите в следующем сюжете. Даже летом Наталье Кузнецовой приходится топить печь. В доме сыро и холодно. Дробь за сезон уходит очень много. У нас получается, что две машины за зиму мы сжигаем дров. Дрова как бы недешевые. Так мало того, что это же еще и грязь. Это каждый день надо принести, вынести. Надо залу вытащить из печки. И очень-таки трудоемкий, хлопотный, неблагодарный труд. Да и другие жители района улицы Зеленой сетуют на излишнее неудобство при отапливании дома таким способом. Место у нас болотистое, то есть влаги очень много. Приходится топить очень много. И летом даже. Нынче дождливое лето. И приходится топить и летом нам. Потому что в домах влажности очень много. Вот уже пять лет Наталья и Александр бьются за право провести газ в районе улицы Зеленой. Проект жители подготовили давно. Получили всех условия. Но местных денег, выделяемых на газификацию, не хватило. С приходом исполняющего губернатора Дубровского Бориса Александровича. Он вник нашу проблему. И выделил дополнительные денежные средства. Мы очень ему благодарны за это. Почти 40 миллионов рублей дополнительно были выделены правительством Челябинской области на газификацию МИАСа. Помимо района улицы Зеленой, газ проведут в район улицы Запрудной в Старой части и в поселке Ленинск. Мы очень рады, что действительно люди не зря готовили проекты, не зря вкладывали деньги. И вот тот вопрос, который вызывал достаточно большую социальную напряженность, он решился. То есть решился положительно, позитивно. И нам уже сегодня в Минстрое сказали, готовьте документы на аукцион, ищите подрядчик, который будет строить газ. Мы рады. Дополнительно 26 миллионов рублей были выделены для проведения газа в поселке Ленинск. Давняя проблема с закрытием Котельной могла бы плачевно отразиться на жителях поселка в отопительный сезон. И вот без этой газификации, по сути, мы бы не смогли запустить поселок в зиму. То есть там есть социальные объекты, есть школа, есть детский сад, есть амбулатория, многоквартирные дома. И вот ту боль, которую мы, в общем-то, доносили до губернатора, он услышал и помог нам финансово. На следующей неделе состоится совещание с заместителем представителя правительства. Сергей Верневич Шаль сюда приезжает. Мы будем смотреть на месте уже, как будет осуществляться газификация поселка, как будем строить котельную, там есть инвестор. Ну и помимо того, что мы вот учреждение соцсферы обеспечим теплом, жители частных домов смогут получить газ практически на весь поселок. То есть идея такая, что в Ленинск придет газ. Таким образом, благодаря областным субсидиям, к началу топительного сезона в Миасе целых три района будут отапливаться газом. Конечно, даже 40 миллионов не хватит, чтобы реализовать все проекты, но администрация города работает и по возможности находит решение вопросом газификации. Продолжение следует...